еще раз добрый день уважаемые дамы и господа сегодня мы не с игорем цесарским с игорем тофельд здравствуйте игорь здравствуйте я сегодня тоже игорь 2 игорь заместитель сказать игорь цесарского который находится в отъезде обычно я уезжаю вот теперь в конце концов уехал игорь но тем не менее мы сегодня встретились поговорим и пригласили нашу программу очаровательную женщину татьяну медведеву семерок которая баллотировалась на прошлых выборах в 2020 году на пост представителя сената штата массачусетс то есть это местный сенат и в общем то в этой ситуации произошли некоторые интересные вещи о которых таня расскажет сама а пока я просто хочу напомнить чтобы все наши слушатели все наши зрители все наши почитатели осмотрели и читали также канал континент и веб-газету континент континенты в вчера вышел последний номер в котором мы вместе с мишей гирштейна обсуждаем политические события в вашингтоне а теперь мы постараемся обсудить то же самое с татьяной медведевой семерок пожалуйста таня здравствуйте игорь здравствуйте очень очень рада быть тут с вами присутствовать а здравствуйте всем слушателям и все аудиенции ну расскажи как ты решил баллотироваться и что произошло во время выборов если я не ошибаюсь ты выиграла во всех пристинтах которые мы проходили голосование на всех выбранных участках только было 13 или 14 14 до что само по себе уже в общем то говорит ты же только начинаешь свою политическую карьеру это была твоя первая попытка и в этой ситуации получилось что ты проиграла выиграв на всех этих 14 избирательных участков но все равно проиграла почему это произошло ну вот в моем дистрикте это кстати дистрикт округа для штатного представителя не сенатора а представителя это было три города они считаются этот округ считается один из самых республиканских или я бы сказал красных округа во всем штате и все предвидели и говорили мне что наверняка проиграют все остальные другие которые баллотировались включая и на сенат и на конгресс и что единственный шанс имею выиграть я и я даже уже готовила свой victory speech речь которая победа победоносная и и в тот вечер ко мне стали звонить с разных этих трех городов и говорить татьяна мы вас поздравляем каждый precinct в нашем городе и вообще во всем округе ты выиграла все 14 и я уже ну решила что будем справлять победу и потом мне позвонили сказали так мы почитали все бюллетени которые были присланы по почте включая mail-in ballots и когда мы их прибавили то ты проиграла это был шок потому что я выигрывала в день голосования на большой по большому проценту то есть карел колеси сколько процентов приблизительно я вот не помню по в день победы сколько а так в общем когда уже все прибавилось я выиграла 43 процента голосов это большое чудо плюс да даже вот вы дамил андалас плюс я набрала чем любые другие голос кандидаты кандидаты от республиканской партии в истории этого округа и это причем что я не как начинав свою кампанию у меня не было никаких связей политических никакого experience running a campaign я собрала больше денег чем любые другие кандидаты которые избирались на штатного представителя во всем штате я сформировала самую динамичную и активную кампанию во всем штате и вообще стала как бы звездой республиканской партии ниоткуда вот просто вот ниоткуда пришла даже не только вот переехала в этот штат в этот округ и два месяца спустя переезда решила идти на вот этот вот такой большой шаг в принципе и таня твой рассказ напоминает мне ситуацию которая произошла в ноябре прошлого года но не с тобой а с нашим президентом сорок пятым президентом дональдом трампом он же тоже лидировал в пенсильвании причем с огромным отрывом там был отрыв 800 тысяч а потом вдруг на избирательном участке закончились чернила в принтерах зачем вам нужны были чернила в принтерах никто не знает до сих пор но на несколько часов они остановили выборы а после того как начали заново подсчитывать голоса оказалось что вперед неизвестно откуда вышел байден и при этом ни одного голоса не было подано за трампа ну в общем ситуация похожа плюс еще твое начало политической карьеры в общем то с нуля то есть много общего у тебя я как я вижу с президентом трампом он тоже в общем то никогда не занимался политической карьерой до того как выставил свою кандидатуру на пост президента победил и должен был победить во второй раз принципе он победил если бы не было фальсификации то все было бы совершенно нормально но теперь что делать с этими вещами когда по сути дела человек который выигрывает должен признавать свое поражение из-за того что за него это решают других местах почтовые голосование например голосование людей которые не могут прийти причем без уважительной причины просто вот они решили не приходить ранние выборы почтовые ящики для того чтобы опускать туда избирать избирательные бюллетени что происходит на федеральном уровне я не вижу никаких особых изменений в этом направлении а вот на уровне штатов я знаю что вещи происходят и может быть ты расскажешь об этом что например происходит в штате массачусетс конечно во первых вот этот закон насчет почтовых бюллетеней он не был издан на федеральном уровне это был каждый штат который издал такие законы включая штат массачусетс и и до сих пор и и в будущем и сейчас каждый штат должен будет принять закон или мандейт о выборах на 2022 год так же и в нашем штате сейчас в легистратуре штатном доме уже сенат проголосовал на то чтобы сделать почтовые бюллетени то есть постоянными и этот закон теперь рассматривается в штате представителей и все ожидают что он пройдет и потом это будет за губернатором чтобы или подтвердить или видел сделать на этот закон конечно они ссылаются до сих пор на ковид а во вторых ссылаются что фальсификации никаких не было ничего не доказано ни секретарем штата и даже не на федеральном уровне и почему бы это дело не продолжать и не дать не продолжать давать доступ от голосования таким путем которые по настоящей сути очень удобным кажется для людей но а что можно сделать чтобы это предотвратить ведь на самом деле это же по сути дела получается беззакония ты выиграл в 14 избирательных участках и проиграл благодаря почтовому голосованию то же самое произошло и в других штатах по отношению президента трампа и по отношению сенаторов в штате джорджия республиканских сенаторов так что штат если он принимает такой закон и это становится уже не традиции а законом то что можно сделать чтобы помешать этому но я знаю что штат массачусетс это принципе демократический штат и здесь без даже без такого закона в принципе люди в основном голосуют за представителей демократической партии кроме отдельных округов например в котором ты живешь и еще есть несколько таких округов на кейкоде я знаю но и других местах но в принципе дело же не только массачусетс в америке как мы знаем 50 штатов пока 50 штатов если не будет еще признано два штата там как хотят сделать это представители демократической партии пуэрто-рико и и столица соединенных штатов америки вашингтон предоставить им статус штатов то есть это добавит соответственно два штата еще четыре сенатора и энное количество конгрессменов то есть в этой ситуации как можно с этим бороться на уровне именно уровне штата не на федеральном уровне да здесь очень важный момент нужно подметить что ваше слово игорь о том что это беззаконность она разделяется только вот нашей стороной на их стороне это они это не считают беззаконием и они это подтверждают тем что фальсификации не было и нету даже доказательств никаких он никаких фальсификаций поэтому они двигаются с этой вот пропагандой что то что мы делаем это правильно законно и удобно будет для всех включая это правильно включить союз америки порта-рико и другие округи соу вот против этого идет борьба против самого лейбла что законно а что беззаконно да для нас это беззаконно и мы должны наша сторона иметь стратегию как бороться с этим и на федеральном уровне и на штатном я думаю на штатном во первых во вторых на федеральном на штатном это зависит от каждого штата наш штат массачусетс очень синий для нас бороться против этого намного тяжелее чем скажем в других штатах как техас или вот флорида в нашем штате мы all number и полностью и единственное что мы можем делать это проявлять давление на нашего собственного представителя и сенаторов в штатной штатной палате и и сенате и под а также давление на губернатора как как это делать это надо звонить писать emails вот такая массовая компания давление с губернатором это писать статьи в прессу говорить об этом как это почему мы считаем что это незаконно а потом надеяться что они сделают правильный выбор но честно сказать в штате массачусетс это очень и очень маленький шанс что-то окажет какой-то результат насколько я знаю сейчас республиканской партии на штате массачусетс занимается тем что собирает подписи а для того чтобы подобный законопроект был включен в референдум по штату то есть для того чтобы люди которые приходили на избирательные участки показывали свое удостоверение личности это на самом деле я знаю делается не только в штате массачусетс но и во многих других штатах в некоторых этот закон уже принят например как в штате техас в штате флорида в штате аризона а и то же самое собираются сделать массачусетс как как известно опять же собираются подписи для того чтобы этот законопроект вышел на референдум и был включен бюллетене в следующем 2022 году а его должны подписать если не ошибаюсь восемьдесят шесть тысяч человек это правильная цифра или нужно больше 72 с половиной а восемьдесят две с половиной тысячи понятно хорошо но и на самом деле говорят что нет никаких доказательств но это тоже все не совсем так потому что например штате аризона когда проходил аудит было официально заявлено что а более двадцати тысяч бюллетеней по 27 тысяч около 30 тысяч были имели как бы дупликат то есть это были двойные бюллетени я напомню что в штате аризона байден победил с разрывом чуть больше одиннадцати тысяч голосов то есть как раз вот эти 27 тысяч дупликатов могли и оказать полное влияние на победу байдена но кроме всего прочего на данном этапе дело передано в прокуратуру штата аризона и буквально в течение одной-двух недель генеральный прокурор аризоны должен сделать заявление по поводу этих документов возможно что будет и скорее всего что будет возбуждено уголовное дело против людей которые находились на избирательных участках в графстве марикопа а также и против системы доминьон то есть руководители естественно системы доминьон которые занимались в общем-то регистрации бюллетеней поданных за кандидатов так что я думаю что в ближайшем будущем по крайней мере некоторые каналы включая канал народной волны и континента сообщат нашим слушателям и нашим зрителям о том что происходит в штате аризона мы постоянно следим за этим и будем об этом говорить но на самом деле все что происходит на федеральном уровне говорит о том что популярность популярность президента трампа не падает а наоборот увеличивается а популярность президента байдена наоборот уменьшается сокращается с каждым днем причем как я вижу это происходит по многим причинам и по причинам того что идут разговоры о каком-то совершенно фантастическом бюджете в три с половиной триллиона долларов причем совершенно непонятно на какие на какие меры будут использованы эти огромные деньги кроме всего прочего сегодня сообщили о том что вроде бы бюджет уже сокращен до двух триллионов это все равно большие деньги но судя по тому что выступают как ведут себя представители левых каналов тоже можно получить какую-то информацию об этом потому что то же самое как происходило в советском союзе когда люди читают газеты правда или известия между строк находили частицы какой-то правдивой информации поэтому в этой ситуации когда уже на канале ABC сегодня заявили о том что на самом деле американский народ больше думает о том что пойти в магазин и купить там какие-то продукты чем о какой-то совершенно непонятной никому экологии там зеленых всяких проблемах электричестве и так далее решите сначала эту проблему а потом уже занимайтесь другими проблемами кстати говоря вчера это уже такой личный мой опыт я зашел в магазин для того чтобы купить курицу магазин whole foods это в общем-то такой хороший магазин не просто какая-то там маленький супермаркет причем если кто не знает то whole foods принадлежит сегодня компания Amazon корпорации Amazon и что вы думаете курица там не оказалось единственно что были такие расфасованные запечатанные пакеты с курицами а как обычно они продают разделанные курицы свежие парные этого не было то есть это первый раз что я вижу такую картину причем это в общем-то тоже не какой-то заколосный городок город фремингем довольно большой и в общем вот такая вот картина которая предстала моим глазам я был просто поражен когда все это увидел опять же обвинять в этом зеленые какие-то дела или экологии я думаю бессмысленно видимо нужно искать какие-то другие корни и находить и решать проблему по сути дела когда началась пандемия собственно говоря ситуация была с точки зрения локдаунов и всяких других мер которые принимались в связи с ковидом намного более серьезно чем сейчас но тем не менее даже тогда в те времена когда в магазинах стояли очереди не из-за того что не было продуктов а из-за того что количество покупателей было строго ограничено все равно все продукты были в наличии а сейчас вот курица пропала может быть сегодня появится я не знаю в общем не веселая ситуация да не только курица знаешь Игорь я как бы понимаю голосам людей которые на уровне просто базового которые следят за всем что происходит как бы народные мнения и голос и то что вижу я и слышу я это очень волнительно от просто вот народа нет экспертов нет прессы нет любых других средств информации просто вот урлыканье народа что говорят они и я вам скажу что люди очень осторожены не только выборами но то что происходит сейчас с политикой и что продвигает Байден и готовятся люди многие готовятся на я даже слышу целые устраивают бейсмент в подвалах у себя устраивают полки где они набирают еду потому что очень народ стал переживать когда ну вы сами помните в прошлом году когда вдруг в супермаркетах не стало туалетной бумаги и что это было какой-то ажиотаж был а вот представьте если вдруг будет паника на мясо или на другие вещи это очень легко может вызвать такую массовую дисконтент не знаю как по-русски и массовые в порядке но дело в том что подобная ситуация была в истории если мне позволит напомнить события которые произошли в Советском Союзе в 62-м году в Новочеркасске когда именно поднятие цен о поднятии цены я вообще не говорю это уже все замечают просто в Америке это все таки не так влияет на людей как в Советском Союзе тем более в 62-м году когда подняли цены на мясо на молочные продукты и все это вызвало серьезное восстание пришлось даже применять силы несколько человек были убиты во время перестрелки в Новочеркасске это в общем-то известные исторические факты я надеюсь все таки что в Америке до этого не дойдет но тем не менее информация которую мы получаем в общем-то не радует нас кроме всего прочего сегодня вот буквально несколько минут назад я получил такое сообщение о том что уже обсуждается вопрос о том чтобы в 22-м году спикер палаты представителей нижней палаты представителей Нэнси Пелози всем нам известная Нэнси заявила о своей отставке то есть в принципе по возрасту это вполне уважительная причина она пока не прокомментировала это сообщение но это тоже в общем-то говорит о многом когда человек не собирается уходить со своего поста он отвечает сразу категорично что нет не готов значит у нее тоже видимо есть какие-то мысли на эту тему вернее может быть не ее мысли а мысли которые внушают ее соратники по партии потому что на сегодняшний день мы можем наблюдать в общем-то не самую лучшую ситуацию для демократической партии когда ее основные руководители такие как Нэнси Пелози президент Байден и представитель большинства в Сенате Чак Шумер в общем-то люди не молодые мягко скажем вот такой вот кремлевский синдром который проходил в Советском Союзе опять же такие параллели напоминают мне плюс еще молодая и достаточно энергичная в то же время смешливая Камала Харрис которая на самом деле просто не соответствует своему посту по крайней мере на данном этапе может быть лет через десять когда она наберется там какого-то политического опыта или жизненного опыта я бы сказал может быть она и будет как-то вести себя совершенно иначе но на данном этапе она совершенно не подходит на роль вице-президента то есть второго человека в стране если 78-летний Байден в какой-то ситуации окажется просто не в состоянии дальше руководить страной то все образы правления перейдут именно к ней и в общем-то я думаю что это тоже замечают не только наши каналы но и другие каналы об этом мы только что говорили потому что левые каналы тоже говорят о том что в общем-то не все нормально несмотря на то что пришел к власти президент которого они всячески за которого они всячески ратовали ушел с поста тот президент которого в течение четырех лет они пытались заклимить и облить грязью как только возможно так что в этой ситуации надо думать о том что произойдет в 2022 году у нас осталось месяц год и неделя по сути дела начало ноября 22 года и на мой взгляд это будет решающий этап потому что если республиканская партия проиграет выборы то есть не наберет большинства ни в сенате ни в конгрессе то это может отразиться очень негативным образом и на всей америке ну и естественно на будущем республиканской партии то есть нужно делать все чтобы этого не допустить и как я понимаю вот все эти инициативы которые проходят на уровне штатов действует именно в этом направлении чтобы выборы были прозрачными чтобы максимум исключить возможность каких-либо фальсификаций и чтобы люди за которых действительно люди голосуют а не тех кто там номинирует почтовыми голосованиями или мешками с бюллетенями напечатанными в Китае привозят на избирательные участки под видом того что в этот момент там происходит перерывы как я уже говорил или чернила кончились в принтере или прорвало какую-то кондиционную трубу из-за которого тоже надо было закрывать весь избирательный участок так что вот собственно говоря такие новости у нас пока на сегодняшний день ну и соответственно все что происходит в отношении опять попытка дискредитации президента трампа продолжается видимо не устраивает демократическую партию что он не ушел с политической арены что он продолжает проводить митинги что он поддерживает новых кандидатов поддерживать старых кандидатов уже сейчас начинается избирательные кампании у многих представители республиканской партии и большинство из них считают за честь и определенный даже залог успеха я бы сказал если трамп одобряет ту или иную кандидатуру и судя по опросам кандидатура то есть трамп его популярность республиканской партии по моему достигает по последним вопросом 83 процента и это естественно то что не устраивает представителей демократической партии потому что по их же собственным словам собственно говоря две недели назад хилари клинтон давая интервью на канале айбиси сказала о том что все будет зависеть от трампа если он выставит свою кандидатуру на праймерис президенты республиканской партии он безусловно победит а такие кандидаты как ники хели и десантис губернатор десантис из штата они просто на всякий случай если вдруг трамп откажется действительно до президентских выборов еще три года трамп тоже в общем-то не молодой человек а в двадцать четвертом году когда будут выборы ему будет столько же сколько байдена но в отличие от байдена он все-таки здоров и дай бог ему здоровье поэтому ситуация в общем-то очень сложная и это понимают и в республиканской партии это понимает демократической партии так что в этой ситуации нужно думать о том как правильно себя вести для того чтобы все-таки одержать победу в ноябре следующего года а потом уже и в двадцать четвертом году давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления никуда не уходите после рекламы очевидно мы позволим нашим радиослушателям задать вопросы если вы не возражаете хорошо договорились буквально через несколько минут вернемся и продолжим нашу программу сегодня в прямом эфире народной волны с Игорем Туфельд и у него замечательные гости Татьяна Медведева-Семирак телефон в студии 847-400-5200 это телефон для ваших вопросов ну а мы пока продолжим да или давайте давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемая Татьяна я просто перед вами преклоняюсь вы показываете показываете просто чудеса республиканского духа и особенно приятно что выходец из советского союза смог добиться таких хороших результатов и вот мы тоже живем ужасно синим штате и хотелось бы просто пожелать вам может быть вы сможете организовать свой как бы округ чтобы ну как бы оказывали давление на ваших представителей потому что все таки массачусетс иногда показывал чудеса и выбирал ромни хотя он конечно левый республиканец но все таки республиканец и был губернатором штата так что ну как бы на вас больше даже может быть надежд чем на или иной спасибо большое спасибо вам за ваши приятные слова и что я скажу насчет нашего штата да здесь чудеса бывают они один раз выбрали в 2008 году Скотт Браун на сенаторскую должность федеральную и я кстати имела хорошую возможность работать на него и это дало мне экспириенс и также ну как бы подняло мою кандидатуру и уверенность в себе действовать в этом направлении да и наш нынешний губернатор кстати тоже республиканец но к сожалению он работает больше с демократами чем с республиканцами и даже иногда выступает против всего что имеет дело с президентом Трампом и со всеми которые в этом штате любят его и поддерживают его он даже выступил и сказал что он не верит что были какие-то либо фальсификации в этом штате то это конечно не укрепляет надежду на него и мы вот вот ждем уже с недели на неделю когда он уже будет объявляться или он будет опять баллотироваться или нет в нашем штате есть кандидат который бы хотел челлендж его его зовут джев дил президент трамп выступил с эндорсмент джев дил и это очень очень интересно потому что трамп сам президент трамп не очень популярны в массачусетсе среди как бы стаблишмент а база есть которая очень сильно поддерживают президента трампа а насчет того что я из советского союза я вам прокомментирую что я вы я мои результаты получились в округе которые в принципе я может быть и ну максимум пять десять семей из с русскими корнями то есть я хотела бы конечно бы жить в Бруклайн Ньютон или там Волзли где живут много наших русскоязычных людей но я среди меня только вот белые американцы и все равно они вот так вот понадеялись на меня и очень много очень много рекордные числа проголосовали за меня и я бы хотела сказать месседж такой всему нашему русскоязычному народу в этом в этой стране что мы имеем очень сильный голос с которыми мы должны дорожить и также его проявлять потому что американский народ жаждет вот такого сильного leadership от людей которые пережили Советский Союз и вообще другие тоталитарные режимы потому что мы как бы чувствуем и знаем к чему это все приводит и наш народ я считаю был бы очень успешным если бы они двигались в этом направлении тоже выдвигались то ли это даже на школьные советы на муниципальные советы на представителей на сенаторов я очень поддерживаю чтобы мы этим занимались как подобные попытки уже были и в общем то некоторые завершились успехом некоторые давайте давайте примем звонок а потом вернемся к премьерам добрый день пожалуйста в эфире добрый день спасибо за ваши комментарии и я хотел бы немножко добавить то что вы говорили и задать вам вопрос вы говорили первое что Нэнси Колоси себя не вставляет в следующий период и что она не будет представлять большинство дело в том что что происходит сейчас что она прекрасно понимает что хаосы не проиграют в следующих выборах через год потому что сейчас небольшое преимущество всего семь человек между демократами и республиканцами она прекрасно понимает что это большинство они не удержат не переходить людей, допустим, с лидера переходить, как говорится, в лидера меньшинства, она этого не хочет. И я не думаю, что она уйдет, она, скорее всего, останется, но она просто не будет представлять лидера меньшинства. Потому что, как я сказал, переходить, говорится, быть с королевой, переходить с принцессой, она не хочет. Да, ну, кстати говоря, это не совсем так, потому что, во-первых, я не говорил, что она заявила о том, что она уходит. Я сказал, что появилась информация об этом. Она как раз это не подтвердила, но и не опровергла. Так что, возможно, вариант... Ну, она не опровергла, но просто я вам говорю, что... Как я себе представляю эту ситуацию, она не собирается уходить с этого поста, но, тем не менее, на нее, видимо, оказывают давление представители ее же демократической партии. И в этой ситуации, в конечном итоге, она может оказаться бессильной, изменить свое собственное решение. А во-вторых, она не является представителем большинства в Конгрессе. Представителем большинства в Конгрессе является конгрессмен от штата Мэрилэнд Стэнни Хойер, а она является спикером. Это немножко разные вещи, и ее слово более весомое, чем представитель большинства в Палате представителей. Ну, это первое, то, что мы говорили. Можно я хотел бы продолжить еще, пожалуйста. Дело в том, что вы сказали, допустим, нехватка продуктов. Я не думаю, что нехватка продуктов. Проблема в том, что цены поменялись, и цены стали выше. И люди поэтому не очень-то довольны по этому поводу. Хотя даже бензин подорожал, но я бы не видел, чтобы люди так сильно проявляли свое недовольство. А то, что там курица подорожала или курица нет, так она сейчас нет, и в следующий день появится. Это не вопрос. Вопрос в другом, что цены просто подорожали. Но, тем не менее, если это постоянно будет продолжаться, это выразится в каких-то недовольствиях. И эти недовольства должны будут проявиться именно в ноябре следующего года на выборах. Я не говорю о том, что возникнет революционная ситуация, как это было в 2017 году в России, в феврале месяце, когда, как известно, верхи не хотели, а низы не могли. Здесь это, на мой взгляд, исключено. Но, тем не менее, на выборах это может отразиться, опять же, если не будет фальсификаций, если не будет никакого мошенничества, если выборы будут прозрачными, то у меня нет никакого сомнения в том, что республиканцы одержат победу и в Верхней и в Нижней Палате представителей. Но у меня не было сомнений в том, что это будет трамп, но были фальсификации. Да, были, конечно, я согласен с вами. Третье, я хотел бы сказать в том, что, понимаете, ситуация не в том, допустим, что, как говорится, выборы выиграет, кто проиграет, как они считают, эти голоса. По крайней мере, машину никто не поменял, тоже принцип голосования, и все то же самое происходит. Но, допустим, я живу, я не живу в штате Нью-Йорк, я не живу в штате, допустим, Ленойс, я живу в Калифорнии. И мы поменяли, например, немножко другую стратегию у нас. Мы не смотрим, допустим, на выборы, но мы смотрим револк. Револк, например, Гаванер, а сейчас идет другой револк. Револк, например, если вы слышали о Торни-Дженерал в Лос-Анджелесе и о Торни-Дженерал в Сан-Франциско. Оба из них яркие представители, которые выпускают криминалов на волю сейчас. Сейчас оба из них происходят револк. Даже в Сан-Франциско, которые, как говорили, знаете, где большинство демократов сейчас, набрали 80 тысяч представителей, которые выставили на револк нового Торни-Дженерал в Сан-Франциско, которые должны проходить выборы, опять его револк в следующем, как говорится, году. То же самое происходит в Лос-Анджелесе, когда сделали револк Гарсона, который был когда-то в Сан-Франциско Торни-Дженерал, но благодаря известному нашему меценату еврейскому, который не хочу называть его фамилию, он теперь... Ну почему? Назовите Сороса же вы имеете в виду? Ну да, я имею в виду Сороса, который, допустим, он выставил его, сделал его так. То есть стратегию нужно менять не то, что, допустим, вы говорите, вы пишете, вы давите и так далее. Давить, писать, это, как говорится, не действует, потому что медиа, 95% находится в руках демократов. Куда бы ни писали, что бы вы ни делали, это будет малый эффект. Другой эффект, когда вы сделаете народный револк кого-то, или не обязательно револк гавернера, как мы, допустим, делали в Калифорнии, а револк какого-то хай-представителя, Торни Дженнерал, или какого-то, допустим, сенатора, допустим, штата, или еще чего-то, это более популярно и более видимо, понимаете? Я считаю, что в этой ситуации нужно действовать и такими методами, как револк, но, к сожалению, не во всех штатах это возможно, потому что для того, чтобы начать процедуру револк, и так же, как и процедуру импичмента, нужно иметь какую-то поддержку среди населения, среди граждан штата. А в таких синих штатах, как штат Массажир... Правильно, но где этого не делается... Это даже невозможно и затеять. Ну как не делается? А кроме всего прочего, дополнительные вещи, которые происходят, одно другому не мешает, я думаю, наоборот. Все вместе помогает, и в конечном итоге это должно быть провести результаты. Ну правильно, но... Об отношении машин, подсчитывающих на избирательных участках голоса, это, в общем-то, вещи, которые, знаете, мы не можем предвидеть того, что произойдет в течение этого года. Возможно, это все будет решено совершенно кардинальным образом, и то, что произойдет в Аризоне, вот, в ближайшие две недели, о чем я говорил, это должно произойти, и, возможно, это произведет эффект не только на этот штат. Спасибо большое за ваш звонок. Мы на эту тему уже говорили. Действительно, не во всех штатах есть законы, которые позволяют отозвать то или иное официальное лицо. То есть это, наверное, поскольку в Калифорнии существует этот закон, и даже однажды был использован, причем эффективно, но, вот, скажем, в нашем штате такого закона нет. Я не знаю, как насчет Массачусетса, но я думаю, что не во всех штатах такие законы есть, которые позволяют отзывать выборных каких-то политиков или там с выборных должностей. Так что, Игорь, с вами должен согласиться, абсолютно верно, использовать нужные любые методы давления, отзывы и так далее. Давайте попробуем принять следующий звонок, если можно, чуть покороче. Да, пожалуйста. Алло? Да, слушай вас. Да. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Илья, я звоню из штата, откуда Таня Медведева-Семерок вот сейчас выступает. Во-первых, спасибо Игорю, и спасибо очень интересной гости на ее содержательные, конкретные ответы. У меня вот какой вопрос. На самом деле мы стараемся увеличить активность людей. По словам «мы» я имею в виду правый лагерь, ну как бы республиканский. Вот у меня вопрос гостей. Что делается, какие планы, чтобы интенсифицировать обращение к ГРАС-РУС, обращение к нашему лагерю, к правому лагерю? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Илья, за ваш вопрос. Я отвечу так. Сидеть на диване — это уже не выбор. Мне понравилось ваше слово «активность». Активность — это обозначает что? Это обозначает встать с дивана и начать что-то делать. И я, как вижу, самая большая челлендж в нашем круге — это вот начать эту активность и вдохновить народ, и особенно нашу сторону, что-то делать. Если бы мы все вот так вот сплотились и стали активно двигаться, что бы то ни было, то ли это стать частью республиканской партии, зарегистрироваться, голосовать, а также стать членом местного городского или сельского комитета республиканского, это очень важно. Конечно, с нашей стороны в Массачусетсе республиканская партия очень долго не занималась outreach, не занималась мобилизацией нашего народа. Они как бы только вот вечеринки имели между собой, скажем. А сейчас это изменилось. У нас новый председатель, который очень хочет мобилизовать народ. Тут выдвинулась я. Я стала председателем комитета, который работает над тем, чтобы сделать «water ID» requirement при голосовании. А также я председатель комитета, который хочет мобилизировать иммигрантов по всему штату. То ли это наших русскоязычных, то ли это испаноязычных. It doesn't matter. То есть привлечь народ, который долго игнорировал друг друга. И партия игнорировала их, и они игнорировали партию. И вот теперь пришло время сплощения и действительно активности. Спасибо за ваш вопрос, Илья. Замечательно. У вас какие-то сдвиги происходят. К сожалению, в нашем штате мы не ощущаем подобных сдвигов. А порой доходят слухи, что некоторые руководители республиканской партии иногда финансируют избирательную кампанию демократов. Я имею в виду в нашем штате. То есть некоторые руководители республиканской партии в нашем штате делают бизнес такой махровый. Ничего больше. Все остальное их не интересует. К величайшему сожалению. Вообще, мне трудно представить, что кто-то из демократов... Ну, вернее, не так. Мне трудно себе представить, что кто-то из здравомыслящих людей на предстоящих выборах будет голосовать за то, что происходит. Я имею в виду повышение цен, инфляция, локдауны, дефицит. То есть вот... Мандаты. Мандаты на локтенат. С наплывом нелегальной миграции. 1 миллион 700 тысяч нелегалов уже в этом году перешли границу. И мы их самолетами, автобусами, поездами развозим по всей стране. И это ведь люди, которые, по сути дела, вот если провести такую параллель, когда проходили какие-то завоевания, завоевывали другую страну. Не с целью уничтожить население этой страны, а с целью обложить их налогом и заставить платить стране-победительнице. Так вот, люди, которые десятками или сотнями тысяч переходят границу, это люди, которые приходят сюда, а люди, которые... Американцы, которые работают и платят налоги, будут платить им как бы дань. Они будут их содержать. Они будут оплачивать их проживание, питание, обучение, лечение и так далее. То есть, это на самом деле получается такой захват страны. И эта администрация, мало того, что смотрит на это сквозь пальцы, она стимулирует это. Да. И, кстати, Сергей, здесь я должен тебя поправить, потому что твои данные весьма оптимистичны. На 6 октября этого года нелегалы, которые перешли границу, значительно превышают цифру, которую ты назвал. Вот у меня есть точная цифра. 3 миллиона 127 тысяч 561 человек. Муж и 7 октября. Надо к этому добавить еще, наверное, тысяч 200 на 25 октября. Трехмиллионная армия пришла. И причем это пришли отчасти люди, которые сели на шею американскому налогоплательщику, отчасти, как показывает практика, скажем, выходцы из Афганистана, привозом которых в нашу страну так гордится ЗИЦ-председатель, что мы там 124 тысячи моментально экспортировали из Афганистана, уже имеют место случаи криминальные. То есть там в Вискансине двух мальчиков изнасиловал, а там где-то еще кого-то изнасиловал. То есть уже вот оно. Еще неизвестно, сколько из них, так сказать, настроены очень враждебно по отношению к нашей стране. И что за этим последует? Не дай бог, конечно, какие-то террористические акты, не дай бог смерть граждан Америки. Но, к сожалению, никто не проверял и не могли, не в состоянии были проверить, кого мы везем в нашу страну. Ну, вообще, это классическая ситуация для любой разведки мира, когда открывается массовый исход из какой-то страны, легальный или нелегальный, всегда внедряют кого-то из агентов разведок. Так было и во время большой эмиграции из Советского Союза, так было и во время перехода границ и после войны, когда были беженцы по всей Европе. И, в общем-то, и сейчас, когда была гражданская война в Сирии, то же среди беженцев было немало террористов и агентов разных разведок. Обо всех мы пока еще не знаем, может быть, вообще никогда не узнаем, потому что есть такое понятие, как крот, который проявляет себя вообще через много лет, через десятки лет, а иногда вообще вербуют их дети, которые воспитаны в таком же режиме, начинают работать. Но дело тут не только в этом. Мы уже говорили о том, что на границе с Мексикой задержали двух террористов, которые входили в ФИСК ФБР, как наиболее разыскиваемые преступники. То есть, каким образом они к Мексике вообще никакого отношения к Латинской Америке не имели? Каким образом они попали туда? Непонятно, но совершенно очевидно, что они попали туда не просто так. Попали туда, потому что пройти границу, в общем-то, совершенно спокойно. Можно сделать сейчас, благодаря нынешней администрации, которая разрушает стену, построенную Трампом, стена, которую построил Джек, в свое время в данной ситуации стена, которую построил Дональд, ее разрешают, разрушают и делают это намеренно. И это, на самом деле, в конечном итоге, как в свое время говорил Троцкий, уйдет в мусорную яму истории. То есть, в конечном итоге, история поставит все на свои места, даже если на это уйдет несколько десятилетий. Но в конечном итоге, все это вылезет наружу, и народ узнает правду о том, что происходит сейчас в Америке. Огромное спасибо за программу, спасибо за замечательную гостью. Татьяна, вам желаю всяческих успехов на политической арене. Надеюсь, что вы на этом не закончите свою политическую деятельность. И очень хочется верить, что вас ждет блестящее будущее. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Удачи. Всего доброго. Счастливо. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»